Сегодня у нас Вечеря Господня, и спасибо, Ира, спасибо большое, присаживайтесь. Мне нравится говорить под музыку, особенно когда музыка, знаете, наполнена Духом Святым, это очень классно. Но я сегодня хочу поговорить с вами, я, конечно, я понимаю, что эта тема не для такого короткого собрания или слова «когда причастие», но все-таки поделюсь, возможно, не всем, может быть, за два раза, но я хочу сегодня поговорить о божественном руководстве на каждый день нашей жизни, потому что мы все нуждаемся в Божьем руководстве, правда же? Вы согласны со мной? Мы все нуждаемся в том, чтобы нам следовать за Христом, каждый день принимая решения, Лестер Самбрал сказал, ты принимаешь решения, которые формируют твою жизнь, и при чем здесь Лестер Самбрал, мы сами понимаем, что наша жизнь является следствием какого-то количества решений, принятых нами в прошлом. И, знаете, задавая себе вопрос, какова бы могла быть моя жизнь, если бы я был экспертом принятия хороших решений, позитивных решений, это хороший вопрос, и, вы знаете, сегодня хочу говорить о Божьем руководстве для того, чтобы нам помочь найти мудрость, себе мудрость для руководства, для Божьего руководства в каждом дне нашей жизни, потому что каждый из нас имеет право, чтобы иметь или получить личное божественное руководство для каждого дня своей жизни. И я бы сказал так, что мы в этом нуждаемся, правда же, да? Я не хочу сегодня какими-то избитыми фразами говорить, но я думаю, что каждый из нас, мы так понимаем, я верю, что мы так понимаем, я так понимаю, что я хотел бы жить жизнью, которая прославляет Господа, жизнью, которой я бы захотел делиться. Что касается вас, это справедливо относительно вас или нет? Каждый из нас хотел бы жить, вы хотели бы жить жизнью, которая прославляет Господа, правда же? И мы бы хотели делиться тем, что мы бы говорили о том, что, смотри, как Бог изменил меня, как Он, что Он сделал в моей жизни. Как я уже сказал, что мы принимаем решения, и их очень много, решений каждый день, знаете, начиная просто, когда наши глаза открываются утром, мы решаем, что мы делаем. Во-первых, мы пьем кофе, смотрим в соцсети, или мы открываем Библию, и мы говорим, Господи, Тебе слава, и так далее. Но я сегодня не об этом. Знаете, я думаю, что если бы кто-то попросил меня рассказать историю моей жизни, например, на сегодняшний момент, или когда наступит уже конец моей жизни, я думаю о том, что бы я ему рассказал. Давайте прочитаем одно местописание для начала, и потом еще немножко порассуждаем об этом. «Вас учили тому, чтобы» Ефесянам 4 глава, с 22 стиха, это новый русский перевод, «Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, которая разлагается из-за обманчивых низменных желаний или похотей, обновите ваш образ мыслей, оденьтесь в новую природу, созданную по Богу, или по образу Бога в истинную праведность и святость». И знаете, еще одно местописание, пожалуйста, послушайте. 62 глава Исаии, 4 стих, звучит примерно так, тоже новый русский перевод. «Не будут уже называть тебя брошенной и землю твою называть разоренной, но будешь названа моя радость в ней, а земля твоя замужней, потому что ты будешь отрадой Господу». Потому что ты будешь отрадой Господу. И знаете, одна из вещей, о которых я хочу поговорить, один из принципов, о которых я хочу поговорить, говоря о руководстве, каждодневном руководстве Господнем в нашей жизни, этот принцип называется «начать». Нужно начать что-то начать. Вы знаете, иногда кажется, что все уже заканчивается, но надо, надо, надо начинать. Если кто-то спросит, я продолжаю с этого вопроса, «Расскажите мне историю вашей жизни». Или меня спросит, вы спросите, что я могу вам рассказать? Я могу рассказать с того, значит, с того, где я вырос, где я родился, как я рос. Знаете, вы бы могли, например, рассказать тоже об этом, упомянуть свою первую любовь. Что мы бы могли еще рассказать? Если я женат или замужем, я могу рассказать о том, какая у меня семья, какая моя супруга или супруг, какие мои дети. Я могу рассказать о том, как я встретил свою первую половинку и как мы поженились. И если я не состою в браке, я могу объяснить, почему. Это история моей жизни, это история нашей жизни. И если я родитель, я могу показать фотографии моей семьи, я могу показать фотографии моих дорогих детей в моем телефоне, если я люблю свою семью, люблю своих детей. Они обязательно есть в моем телефоне. Правда же, друзья? А возможно, я могу рассказать или описать свою карьеру, что будет в моей истории, что будет в моей жизненной истории. Я скажу вам честно, моя жизненная история, твоя жизненная история, она не такая уж и не важная. Жизненная история очень важная, потому что, почему я так думаю, потому что у каждого из нас в нашей жизненной истории, это как большая книга, есть разные главы. Знаете, есть главы, которые бы мы хотели прочитать, и чтобы все их услышали. Мы можем рассказать об этом, рассказывать об этом много раз. Но, вы знаете, также есть некоторые главы, которые мы проскакиваем, мы не хотим об этом говорить, мы не хотим об этом думать, особенно, знаете, может быть, так случилось в моей жизни или в твоей жизни, что я оказался там, где бы я не хотел быть. Может быть, я оказался тем, кем бы я не хотел быть. Может быть, не желая того, я предполагаю, я чисто гипотетически, может быть, сам не хотя этого, я все испортил, или много чего испортил. Такое может быть, такое бывает, знаете. Иногда мы что-то испортили, или мы приняли какое-то решение, которое завело нас не туда, где мы хотели, или заверло нас дальше, чем мы хотели, дальше, чем мы хотели бы быть. Может быть, мы сделали что-то, например, из-за чего нам пришлось заплатить больше, чем мы были готовы заплатить, или чем мы предполагали изначально. Это гипотетически. Возможно, есть главы в моей истории, которые описывают, и это все наша история, возможно, они описывают, как я причинил кому-то боль, и эта боль была достаточно серьезной. Возможно, есть глава в моей истории, когда я пошел на компромисс, эта история говорит о том, что я пошел на компромисс со своими ценностями, с тем, во что я верил, то, что для меня было важным, но я совершил компромисс, может быть, нарушил какие-то обещания. Я не буду только говорить о негативном, я просто говорю о Божьем руководстве, мы немножко пройдем сегодня, говоря об этом. Может быть, я нарушил какие-то обещания. Кто-то из нас всегда, в смысле, в своей жизни, хотя бы раз нарушал обещания. Конечно, мы нарушаем какие-то обещания, но дай Бог, чтобы это не были очень важные обещания, или, знаете, глобально фундаментальные обещания. Знаете, хочу сказать вам, любая глава, которую вы, образно говоря, читаете, или о чем я думаю, это о том, что уже невозможно исправить. Вы здесь? Это уже произошло, это уже было, и это невозможно исправить. Знаете, но что я хочу сказать вам сегодня, и что хочу сказать себе сегодня, что моя и ваша история еще не закончилась. Аллилуйя! Вы знаете, пока... Откуда ты это знаешь? Ну, вы же сидите здесь, и я стою перед вами. И пока вы можете слушать и говорить, и дышать, ваша и наша, моя история еще не закончилась. Аллилуйя! Слава Богу! Вы рады, что ваша история не закончилась? Слава Богу! Еще не поздно изменить историю. Еще не поздно изменить ход истории. Еще не поздно написать историю, которую однажды я могу рассказать другим, и я буду счастлив от того, что я рассказываю эту историю. Есть хорошие новости, как я сказал. Это еще не конец нашей истории. Это еще не конец нашей жизни. Еще ее можно изменить, чтобы потом можно было свободно рассказать. Знаете, то, что я сделал или не сделал, уже не исправишь. Что я сделал или не сделал, уже не исправишь. Но радостная новость состоит в том, что будущее еще не написано. Я не знаю, сколько осталось каждому из нас, но будущее еще не написано. Есть главы в нашей истории, в нашей жизни, которые еще не написаны, и нам предстоит их еще написать. Вы знаете, у меня и у тебя впереди еще, возможно, множество или много всяких возможных побед. Если кто-то верит, скажите «Аминь». Много возможных побед. Слава Богу за это. Много друзей, с которыми можно познакомиться. Много людей, с которыми можно познакомиться. И многое я могу еще изменить. Я не знаю, сколько мне осталось. Вы знаете, и я могу еще пережить в своей будущей истории, которую напишу, намного больше Божьей доброты и Божьей славы и Божьей заботы обо мне. Правда же? Нравится мне моя история или не нравится? С Богом я могу трансформировать и изменить историю, свою историю, и то, что будет, чем я буду делиться с другими, с радостью и с гордостью, в хорошем смысле этого слова. Слава Богу. Вы здесь? Аминь. Какой способ? Есть ли способ изменить историю? Есть. Я сказал это вначале. Начать что-то новое. Начать что-то новое. Знаете, независимо от того, какой я могу быть неуверенный, испуганный, застрявший на месте, чувствую себя на данный момент не очень. Моя история продолжается сегодня. Моя жизнь продолжается сегодня. Я задаю себе вопрос, что нового я начну делать сегодня, образно сегодня, вообще? Может быть, я таки, наконец, начну молиться со своим супругой или супругой вместе. У меня начнутся семейные молитвы, и тогда это изменит страницу моей истории. Правда же, да? Может быть, наконец, это произойдет. Я смогу это изменить. Может быть, я, наконец, начну читать Библию с постоянством. Может быть, я захочу получить консультацию у кого-то, чтобы разрешить нерешенные проблемы. То есть, я разберусь с этим. Может быть, я приму решение начать жить более щедро по отношению к окружающим. И это изменит мою историю. Мою следующую страницу, она будет написана по-другому. Вы знаете, сейчас самое подходящее время. Когда? Сейчас самое подходящее время записать что-то новое. прямо сейчас пишется история нашей жизни. Я думаю, что нам не нужно слишком долго об этом думать или размышлять, но нам нужно потратить немного времени, чтобы понять, чтобы записать и чтобы принять решение, что мне нужно начать делать для того, чтобы записать записать главу в своей жизни, о которой я с радостью могу потом делиться, о которой я не буду стесняться, о которой я не буду молчать. Один из первых ответов на этот вопрос начать. Начать что-то новое. Вы знаете, Господь хочет, чтобы мы начали что-то новое в своей жизни, что приведет нас к настоящим переменам. В нашей духовной жизни, в наших отношениях, в нашем хождении с Богом. У меня нет много времени, чтобы слишком долго останавливаться на деталях. Я хочу еще кое-что сказать вам сегодня, успеть. Есть еще одна вещь. Как я получаю Божье руководство в своей жизни? Остаться. Есть такое хорошее слово. Остаться. Скажите, остаться. Итак, начать что-то новое очень важно. И что я новое начну, чтобы увидеть перемены в своей жизни, размышляя перед Богом, ища Его лица. Это очень важно. Но, вы знаете, я много раз задумывался о том, как бы сложилась моя жизнь, если в один прекрасный момент я бы все бросил и сдался. У кого из нас есть шанс или возможность все бросить и сдаться? У каждого. И таких вариантов множество. следующий вопрос. Хотел ли я хотя бы раз в своей жизни поступить так, чтобы все бросить и сдаться? Да, конечно. Конечно. А вы? Как с вами? моя история могла бы быть примерно чем-то вроде да, я раньше думал, что я должен быть пастором, но я попробовал, ничего не вышло. Так бывает. Я сдался. Я думал, я считал, что я должен служить Богу, но я попробовал, это все сложно. Я решил жить для себя. Я сдался. вопрос не об осуждении. Не только о пасторстве. Вы знаете, я уверен, что все мы боремся и будем бороться и сражаться с периодическими трудностями в определении нашей жизни. Кто мы? Что мы? Например, начальник, которого вы не сможете выносить, и вам очень сложно вынести его хотя бы еще один день. Он здесь. Есть такие начальники, да? Отношения это выбор. Сдаться или остаться. Отношения, от которых вдруг становится больно. Переживали ли вы когда-нибудь в своей жизни такую реальность, что у вас есть очень хорошее отношение с кем-то, и потом вдруг эти отношения вырастают во что-то, но как-то странно это происходит, вырастают во что-то, что от этого становится очень больно. Бывает? Такова жизнь. Мечта, на которую не хватает ресурсов. это так трагично, знаете, я мечтаю, но денег не хватает, нет ресурсов человеческих, финансовых и так далее. Что я буду делать с этим? Важный шаг в моей жизни, например, какой-то, который не оправдал моих ожиданий. Когда мы сталкиваемся с трудностями, это естественно, что мы пересматриваем серьезные, свои серьезные основополагающие решения. Правда же? С вами так происходит? Ты думаешь, почему я решил? Господи, зачем? Зачем я ввязался в то или в другое? Зачем я принял такое решение? И ладно, а если решение купить мороженое шоколадное, а не белый пломбир, это ерунда, выбросил, купил другое. Но есть решение посерьезнее, чем выбор мороженого. Правда же, да? Нет, вы сказали неуверенно, да. Так есть решение посерьезнее, чем выбор мороженого? Окей. Возможно, я задаю себе некоторые вопросы и вы. Следует ли мне рискнуть, ну это один из вопросов, чуть-чуть серьезнее мороженого. Следует мне рискнуть бросить эту работу или поискать что-то другое? Это серьезный вопрос. Есть еще один очень серьезный вопрос, который иногда задают себе люди. После измены моего супруга или супруги, может, пора двигаться дальше, бросить все и двигаться дальше? До этого это было очень серьезное решение. Я ни к чему не подталкиваю. Я просто говорю, что люди задают себе очень серьезные вопросы. Действительно ли я создан для того, чтобы заниматься бизнесом? Действительно ли я создан для того, чтобы быть пастором? Действительно ли я создан для того, другого или третьего? Следует ли мне сократить свои потери, чтобы не стало только хуже от того, в чем я нахожусь? Вы знаете, я просто привел несколько примеров. В этих всех примерах в каждом из них мы находимся как бы на развилке. Знаете, нужно решить, следует мне остаться или уйти. И так в жизни часто случается. Я скажу очень важную вещь. Мы говорим о божественном руководстве для каждого дня нашей жизни. Вы знаете, нужно задать себе вопрос. Я принимаю решение все бросить, уйти с работы, расстаться с этим начальником или еще что-то, еще что-то, еще что-то. По какой причине я принимаю это решение или считаю, что оно правильное? По какой причине? Потому что это решение считается правильным или потому что мне кажется, что так будет легче? Очень часто люди принимают решение не потому, что это правильное решение, а потому что им кажется, что так будет легче. Но легче не становится, вы знаете. К сожалению, легче не становится. Потому что, скажу вам кое-что, это опыт моей жизни. Часто, очень часто, лучшим и наиболее важным и продуктивным решением является решение остаться на прежнем курсе, даже если бы проще было уйти. Потому что решение легче, это не значит правильное решение. Вы знаете, если следовать такой логике, то мы все должны жить по плоти. Потому что взять свой крест и следовать за Христом, это намного сложнее, чем жить как хочешь. Правда же, да? Но что правильно? Взять свой крест и применять его в своей жизни или жить как хочешь? Следуя по широкому пути. Я даже не задаю этот вопрос, потому что правильный ответ вы знаете. Вы знаете, прежде чем принять правильное решение в своей жизни, я должен спросить себя. Я принимаю решение бросить, потому что это лучшее решение. Я принимаю решение оставить своего начальника или оставить работу, или оставить мужа, который мне изменил, или жену, которая когда-то изменила. Изменила какая-то ситуация, знаете, или что-то еще произошло. Потому что это легче? Это проще? Или это правильное решение? Я скажу вам честно, никто не ответит вам на этот вопрос. На этот вопрос я отвечу себе только сам, с помощью Божьей. Я просто говорю о Божьем руководстве нашей жизни. И знаете, я думаю, что когда мы молимся, когда мы думаем об этом, нам нужно молиться. Нам нужно помнить, что Бог создал нас по образу и подобию своему. Он является зачинателем, началом и совершителем нашей веры и нашей истории, вашей истории, лично вашей истории. Бог начал это, и Он хочет завершить это. И хочу сказать вам, вы не тот, не та, не тот, кто бросает все и сдается. Но Он хочет, чтобы мы успешно финишировали. Вы тот, кто финиширует. И я тот, кто финиширует. Как же получить Божье руководство в своей жизни? Иногда правильный принцип, которым мы руководствуемся, это остаться, даже когда кажется невозможно остаться. Это остаться и сказать себе, стоп, это иногда очень правильно. Я не говорю, что неправильно уйти. Иногда правильно уйти. Но легкое решение не всегда правильное решение. И бывает очень часто, что легкое решение неправильное решение. Я скажу вам, если бы мы все следовали такой логике, то нас бы не было давно здесь, не в смысле здесь, на этом месте. Ну, конечно, может быть и так. Но я имею в виду, здесь и сейчас, в том месте, в том предназначении, в той точке, где я нахожусь, я бы был давно в другом месте. Даже не знаю где. Потому что, как же мне получить Божье руководство в своей жизни? Остаться. Скажите, остаться. Еще один принцип, которым хочу поделиться. 17.05, у меня есть минут 10 еще. Вы еще можете меня послушать? Еще один принцип, которым хочу поделиться. Это идти. Идти. Скажите кому-то идти. Что он сегодня такое говорит? Идти. Идти. Вы знаете, мы чувствуем или чувствуем ли, или чувствуем ли, или не чувствуем, или мы чувствуем, не чувствуем, но иногда мы чувствуем, что в нашей жизни происходит что-то новое. Вы бы хотели чего-то другого? Немного другой жизни? Другую квартиру? Ладно, много всего. Квартиру, да. Окей. Знаете, даже если я не чувствую чего-то, я должен хранить свое сердце готовым к тому, чтобы идти к чему-то новому. Готовому быть изменением, идти к изменениям. Потому что изменения нам гарантированы. Вы знаете, я уже сказал о решении начать, остаться. Иногда наилучшим решением является идти. Иногда Божье руководство заключается в том, чтобы идти. Что ты имеешь в виду? Часто мы призваны стоять на своем месте, когда нарастает давление. Но иногда нам нужно рисковать. Нам нужно идти. Иногда мы чувствуем, что мы не можем найти себе место там, где мы находимся. Мы можем, может быть, Бог поместил в нас свое желание быть теми, кем мы должны быть, служить Ему удивительным образом. Возможно, Он вдохновляет нас какой-то особенной идеей, какой-то особенной проблемой. Может быть или нет. Возможно, Он призывает нас идти. Однажды была такая история, когда Бог попросил Илью сидеть у потока и сказал, я тебя буду кормить, а из потока ты будешь пить чистую воду. И пока тут все, сколько там лет, будет голод в Израиле из-за Ахава и из-за Вели. Он говорит, ты сиди здесь спокойно и у тебя будет все тип-топ, все хорошо, как говорит молодежь. Все будет отлично. И вот Он сидел, кушал отличную пищу, без ГМО, знаете, мясо, лепешки с хлебом, запивал чистой водой. Что может быть чище? Ни Кока-Колы тебе, ни Спрайта, ни кофе, ни чая, ничего нет. И сахара нет, знаете, чистая еда, без дрожжей, хлеб без дрожжевой, свежее мясо и чистая вода. Он был полный зошник, знаете, здоровый образ жизни, человек из сообщества ЗОЖ. Стройный, наверное, знаете, у него было сала много. Но, вы знаете, может быть, ему даже понравилось это место, но вдруг что-то начало происходить. Он не ожидал, Бог ему сказал, Бог говорил нам что-то, конечно, каждому из нас Бог что-то говорит. Но вдруг вода начала исчезать. Он заметил, что поток мелеет с каждым днем, и он начал волноваться. Бог сказал, Он мне сказал, чтобы я здесь находился, но почему это происходит? В одно утро он проснулся, а воды нет. Ему стало страшно. Вы переживали такую ситуацию в вашей жизни, когда вам стало страшно? На самом деле страшно. Я переживал. Тебе становится страшно за твое будущее, за твоих детей, чем ты будешь их кормить. А работу потерял, а арендодатель стоит вот сзади и дышит тебе в затылок и так далее. И все так выглядит, что, знаешь, иногда на людей смотришь. Я уже это выучил, знаешь, они смотрят на тебя и как бы смотрят сквозь тебя, потому что их взгляд потерянный. Ты им говоришь, алло, ты где? А они просто потеряны, потому что им страшно. Илье стало страшно. И Бог ничего не говорит. Все та же тишина, но воды не стало. Потом, я не знаю, потом вороны перестали летать. Но, слава Богу, Илья знал Бога, и он знал, что делать в это время. Он начал молиться, и он начал взывать к Богу. И знаете, Боже ты, Бог вдохновляет нас. Чего хотел Господь? Почему вода исчезла, мы все знаем. Потому что Бог хотел, чтобы он не решил, что всегда будет засуха. Он решил, что Илья будет там сидеть время. И потом он пойдет к вдове Иссарепты Сидонской, она будет его кормить. А потом будет великое избавление Израиля. И потом все возвратятся к Господу. А Илья решил, что он будет сидеть здесь. Ему тут нормально, комфортно. Он здесь квартирку прикупил, или там домик построил. А Бог говорит, слушай, я хочу, чтобы ты шел дальше. Вы знаете, возможно, он призывает нас идти. И, вы знаете, это не обязательно изменить географическое место. Может быть, и такое случается. Я не исключаю. Но, вы знаете, нам нужно быть открытыми к Божьему руководству. Потому что хороший способ сделать хороший прыжок. Кто знает способ сделать хороший прыжок? Трамплин, ладно. Можно из трамплина. Главное приземлиться. Ну, например, вам нужно сделать хороший прыжок. Вы когда-нибудь прыгали через ручей, или через болотце, знаете. И когда вы прыгнули, и прямо в центр этого болота попали. И вышли очень, очень с плохим запахом и видом, знаете. Потому что не рассчитали. Знаете, что я верю? Что для того, чтобы перепрыгнуть что-то, нужно хорошо разогнаться. Вот я смотрел, все прыгуны, знаете, которые прыгают далеко и хорошо, они научились круто разгоняться. И они правильно разгоняются. Они делают прыжки правильно и летят далеко. Есть еще одна история в Библии об Аврааме и Саре, которые, Авраам и Сара, которые впоследствии получили имена Авраам и Сара. И в 12 главе «Бытие» Бог говорил с Авраамом. Он жил в городе, он жил в Харане, но сам был из Ура Халдейского. И в родном же городе Авраама люди поклонялись ложному Богу Луны по имени Нана. Ну, не буду все эти детали, вы знаете. Но удивительным и важным является то, что единственный истинный Бог решил открыться Аврааму каким-то образом. Почему-то он так решил. И он дал ему очень простое повеление. Уйти от всего, что он знал. Он говорит, покинь свою страну и свой народ, покинь свою семью отца и иди в землю, которую я тебе даю. Знаете, иногда Бог так ведет. Иногда это может быть одно из руководств нашей повседневной жизни, в нашем хождении. И иногда, может быть, для того, чтобы сделать шаг навстречу этой истории, которую мы пишем вместе с Господом, нам нужно отказаться от своей собственной безопасности, в которой мы поместились. Мы чувствуем себя безопасно в чем-то, но Господь призывает нас идти. И, знаете, суть заключается в том, что если мы говорим о том, что нам нужно идти в другое место, мы не можем идти в другое место, пока мы не оставим прежнее. Что я имею в виду? Опять же, поймите, я не только о географии здесь говорю. Я не настолько влюблен в географию. Я говорю здесь о принципе жизни. Мы не можем жить правильно, пока мы не оставим неправильное. Правда же? Мы можем думать и говорить, и радоваться о том, что есть такая хорошая жизнь, или вот так нужно поступать, но все-таки находимся здесь. Но для того, чтобы жить по-другому, нужно сделать шаг и идти из того, что я понимаю, что нужно идти. Я должен оставить знакомое, комфортное, предсказуемое, легкое. Я должен быть готов, по крайней мере, оставить. Почему? Если я говорю, что Господь меня ведет, и Он хочет меня привести во что-то, может быть, придется уйти от чего-то. Кто знает, куда Бог приведет вашу историю, если вы позволите Ему. Куда Бог нас приведет, если мы позволим Ему. Но я думаю, что Бог благ, но однажды, обернувшись, спустя, возможно, годы своей жизни, мы увидим историю целиком. Каждый из нас увидит свою историю. И знаете, какая она будет? Но я верю, что кто-то из нас скажет, я чувствовал, что Бог звал меня, и я пошел. Кто-то подумает, я чувствовал, что Бог звал меня, Он меня звал, но я испугался, я ничего не сделал. Нет, это не осуждение, это просто наш анализ нашей жизни. Или у меня будет приключение, наполненное верой, разница лишь в том, пойду я, когда Господь мне говорит идти. Хороший вопрос. Спросите себя, давайте спросим каждый себя, что Бог призывает меня оставить. Что Господь призывает меня оставить? Куда Он призывает меня идти? Еще пару минут. Я все равно все не успею. Но еще пару минут. Матфея 16 глава, 24 стих. Потом Иисус сказал ученикам, мы говорим о ежедневном руководстве Господнем для нашей жизни. Потом Иисус сказал ученикам, если кто желает быть моим последователем, пусть отречется, я сейчас прочитаю, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть идет за мною. Это новый русский перевод. Вы знаете, о чем здесь написано. Последний на сегодня принцип, о котором я скажу, говоря о Божьем руководстве в своей жизни, это служить. Служить. Знаете, служить другим для нас не является естественным. Никто не родился служителем. Мы можем сказать, я себе могу сказать, что в определенной степени я геоцентричный человек. И в определенной степени все мы эгоцентричны. То есть наше эго стоит в центре нашей жизни. Я просто задам вам один вопрос. Посмотрите вашими честными глазами в мои честные глаза и ответьте на этот вопрос. Вам нравится, когда что-то по-вашему сделано? Так как вам нравится? Нравится? Вам нужно еще вопросы задавать? Вы предполагаете, что иногда будет не по-вашему? Вы предполагаете, что у вас из-за этого будет колбасить со страшной силой? Простите на сленге. И всем вокруг будет мало места. Я могу больше не продолжать изъяснять. Правда же? Нет. Мне нравится, когда по-моему. Но не всегда, по-моему. Моя жена говорила мне иногда так. Не сунь свой нос хотя бы на кухню. Кухня – это моя территория. И знаете, я не переходил эту территорию. Есть разные люди, у них разные особенности. И у моей жены, у Марины была своя особенность. Когда она чувствовала движение рядом с собой, движение ветра. Она говорила, ты опять пришел, когда я здесь что-то делаю. Вот придешь делать что-то, когда меня здесь не будет. Знаете, мне хотелось поставить посуду так, как мне хотелось. Мне хотелось сделать это так, как мне хотелось. Я же глава семьи. Вы знаете, Бог дал мне в каком-то моменте мудрость, когда мы завершали ремонт. И я принес ей картинку кухни. Просто в магазине зашел, где там продают кухни. Мне девушка нарисовала на компе, нарисовала кухню в программе. И я принес и говорю, дорогая, хочешь покажу тебе кухню? Она взяла листок, посмотрела. И знаете, что она сказала? Как ты мог? Я аж вспотел, кстати. Думаю, что я сделал дурного. Она сказала, как ты мог подумать, что ты будешь заниматься кухней? Это моя территория. Я сказал, я все понял. Сколько тебе денег нужно на кухню? Ну вот, она говорит, столько я тебе не дам. Вот столько. И вот, знаете, от начала до конца, а она занималась ей, проектировала там и так далее. Я даже пар из рота не пускал, как мой папа говорит. Пара из рота не пускал. Пары из рота не пускал. Просто спокойно к этому относился. Но когда все произошло, я даже за это время, когда мы жили в доме, я никогда не услышал упреков в свой адрес. Она часто говорила, не хватает места для этих кастрюль или для этого. Но она никогда не сказала, но что ты за кухню сделал, что мне не хватает? И знаете, я говорю, я... Бог дал мне мудрости. Но знаете, мне так хотелось, чтобы было по-моему даже кухня. Но не всегда по-нашему. Знаете, этим не надо гордиться. Это, к сожалению, правда. Я такой не единственный. Может, еще есть один человек какой-нибудь. Антон, например. Он тоже хочет. Что ты так скромно нагнулся, улыбнулся. Не хочется тебе, чтобы по-твоему было, нет? Я у Тани спрошу потом. Ладно. Каждый из нас может быть немного эгоистом. Потому что по своей натуре мы такие люди. Просто задумайтесь об этом. Наших детей не надо учить эгоизму. Они рождаются, вырастают. Думаешь, откуда это у них? И знаете, по словам Иисуса, эта жизнь не только про нас. Однако жизнь про нашу... Это история про нашу культуру. И кто-то сказал, что один из самых лучших способов забыть Бога как можно быстрее, это полностью сконцентрироваться на самом себе. Если ты полностью сконцентрируешься на себе и своих проблемах, ты забудешь о Боге очень быстро. О присутствии Божьем, о Писании, о всех тех принципах, которым руководствовался и так далее. Иисус говорит, если кто хочет, я уже заканчиваю, идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Ира, можно? Пару аккордов. Вы знаете... Да, да, привет. Аминь. Бог хочет, чтобы было не по-нашему. А как? Бог тому, как сосед хочет? Нет. Он хочет, чтобы было так, как Он хочет. При этом речь не идет о дополнительном кусочке мяса в бургере. Правда же, да? Иисус сказал, моя пища творить волю пославшего Меня. Вы знаете, представьте себе, я могу сказать, и вы можете сказать примерно следующее. Моя пища – это служение Богу. Моя пища – это угождать Ему. Моя пища – исполнить задачу, которую Он мне поручил. Моя пища – исполнить волю Моего Отца и закончить Его работу. Вы знаете, это совсем другая жизнь, это другой вид питания. Это под Божьим руководством. Когда наша культура говорит, заботься о себе, наполняй себя, живи для себя, Господь говорит, наполняй других, служи другим. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о следующем принципе, когда говорим о Божьем руководстве в нашей жизни – это служить. Когда люди призывают нас и говорят, бери все, что можешь. Это все для тебя и про тебя, и о тебе, и о твоей жизни. Господь хочет, чтобы мы делали вклад в других. Он хочет, чтобы мы служили, вместо того, чтобы только потребляли. Наша культура говорит, живи для себя, насыть себя. Господь говорит, насыщай других, служи другим. Потому что Бог создавал нас не только потребителями, не только теми, кто живут для себя. Он создал нас для того, чтобы мы дарили и отдавали. Чтобы мы не фокусировались только на своих желаниях. И вместо того, чтобы лезть в начало очереди, я вчера какой-то, или вчера, или позавчера, знаете, какой-то в соцсетях такой видеоролик небольшой увидел. Такие схематические две очереди, и один человечек, который мечется с одной очереди в другую. Ну, такая интересная картинка, как реально в жизни происходит. Знаете, эта очередь стала немножко быстрее, он сюда перешел. Потом ему тяжело, он видит, что там пару человек прошло, он сюда перешел. Потом он остановился посередине. Ну, в итоге получилось так, что кассиры ушли, и он остался один, и ничего не получил. Все прошли, и он ничего не получил. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы ждали в конце очереди, вместо того, чтобы лезть вперед. Бог сотворил нас для служения. И такой образ жизни меняет историю. Вы знаете, давайте подумаем об этом, перед тем, как уже будем молиться и участвовать в вечерях Господней. У нас есть у всех с вами истории о том, как мы пожертвовали чем-то, пожертвовали что-то, помогли своему соседу, послужили кому-то, послужили в церкви. И вы знаете, обычно нам эти истории нравятся. Может быть, мы об этом не особо рассказываем. Нам эти истории нравятся. Это потому, что мы были созданы служить, потому что Иисус служил на земле. Вы знаете, возможно, это сложное решение служить другим. Может быть, оно для нас, как для людей, не совсем естественно, и может быть, естественно, но не совсем привычно. Вы знаете, служение – это не то, что мы делаем, только лишь. Служение – это то, кем мы призваны быть. Потому что, когда мы служим, когда мы служим, мы становимся похожими на Христа еще больше. Хотим быть похожими на Христа. Одна из вещей, один из принципов, как получить Божье руководство в своей жизни – служить. Я хочу помолиться вместе с вами. Давайте склоним свои глаза, склоним свои головы, закроем свои глаза. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, и Ты хочешь руководить нами. Мы благодарим Тебя о Твоем руководстве для каждого дня в нашей жизни. Мы осознаем, Господь, что наша жизнь и наша история еще не завершена. И еще не поздно изменить. Пока мы дышим, пока мы живем, еще не поздно изменить все. И нас ожидает что-то большое, во что Ты хочешь нас вести, каждого из нас. Так же Твое Слово говорит нам, что бывают такие моменты, когда нам хочется уйти. Но мы видим это в Библии, что Ты ведешь людей в то, чтобы они остались. И это правильное решение. Потому что почему мы думаем так? Это правильно или так легче? И не всегда Ты ведешь нас во что-то, что легче. Но Ты однозначно хочешь, чтобы мы поступали правильно. Ты призываешь нас идти. Ты призываешь нас идти, Господь. Идти во что-то, во что Ты призываешь нас, влечешь. И идти это всегда. Оставить место, какое-то место. Как Ты сказал, Аврааму идти, покинуть свой город, свою страну, своих близких. Это не всегда география. Для нас это оставить что-то, чтобы Ты хотела, чтобы мы оставили. Отказаться от чего-то, от своей безопасности. И сказать, Господи, я готов идти. Я все еще готов идти. И так же, Господь, как Ты сказал, если кто желает быть моим учеником, пусть отвергнет себя, возьмет крест свой и следует за мной. Господь, Ты призываешь нас служить. И когда все вокруг говорят и все говорит, живи для себя, Ты говоришь нам наполнять других, когда мы готовы только восполнять свои нужды и жить для себя. Твой характер и Твое желание, чтобы мы могли восполнять нужды других и служить другим, Господь. во имя, ими, иисусе фристалл. Продолжение следует...